10 ноября сотрудники органов внутренних дел отмечают свой профессиональный праздник, а значит пришло время подводить итоги. В первую очередь говорят о преступности в период пандемии. Сократилась или же наоборот выросла? Сейчас мнения экспертов разделились. В полиции развеивают догадки. Предположения некоторых экспертов о росте уличной и рецидивной преступности в период действия ограничительных мер не нашли объективного подтверждения. Данные статистики свидетельствуют о сокращении числа тяжких и особо тяжких преступлений, таких как умышленное причинение тяжкого вреда здоровью снижения составило 8%. На 20% сократилось число квартирных краж. А еще сократилось количество угонов автомобилей и краж телефонов. Все дело еще и в том, что в полиции работает добровольная народная дружина. Эти люди помогают задерживать преступников, контролируют порядок на улицах часто и в темное время суток. Они в этот день тоже получают поздравления и слова благодарности. В охране общественного порядка вместе с сотрудниками полиции в этом году принимали участие свыше 5000 граждан. При содействии дружинников задержаны 11 подозреваемых в совершении преступлений. Пресечены свыше 2700 административных правонарушений. И куда же без сотрудников ГИБДД. Благодаря им сейчас отмечается снижение травматизма на дорогах, снижается количество ДТП, меньше на дорогах стало происшествий с участием автомобилистов в алкогольном опьянении. От нас зависит порядок на улицах, спокойствие граждан, их уверенность в собственной безопасности. Заслужить доверие людей мы можем только ответственным отношением к делу, вниманием к проблемам каждого, а главное грамотной и профессиональной работой. В этот день поздравления принимают не только действующие сотрудники, но и те, кто уже ушел на заслуженный отдых. Такой праздник – это возможность подвести итоги сделанному, наметить перспективы, высказать слова благодарности работникам, добросовестно выполняющим свои обязанности.